Друзья, всем привет! Сегодня будем делать с вами интересную и полезную самоделку вот из такого пластикового ведра. Она у меня на 11 литров и этого будет вполне достаточно. Также для данной самоделки нам понадобится еще одна тара. Я буду использовать вот такой вот бутыль из-под воды. Сразу хочу сказать, что не обязательно использовать такой большой бутыль. Можно обойтись даже 5-литровой канистрой из-под воды. Поэтому давайте приступим к изготовлению данной самоделочки и посмотрим, что у нас получится в итоге. Первое, что следует нам сделать, это снять крышку с ведра и вырезать отверстие. Отверстие нужно диаметром таким, чтобы наша тара плотно входила в это отверстие. У нас тара большая и получается, что отверстие мы вырезаем почти по внешним бортикам крышки. Пластик режется довольно-таки легко и делается все это быстро. В итоге получилось вот такое вот кольцо. Ну и в дальнейшем нам нужно будет делать разметку. Беру старый рейсмус, который я делал. Отмеряю 7,5 см. Вот таким способом ставлю и чертим окружность. Нужно, чтобы линия была на одинаковом расстоянии от донышки. Как уже повторюсь, это 7,5 см. Как видите, линия получается на одном уровне. Ну и дальше делаем также разметку. Произвольно ставим точку и отмеряю по 12 см. Опять, у каждого может быть по разному. То есть, все зависит от диаметра ведра. Нужно будет высчитать, сколько вам нужно отверстий. И на таком расстоянии уже делайте разметку и сверлите. Ну а прежде чем продолжим, минутку рекламы. Что главное в бойлере-водонагревателе? Цена, надежность, экономичность и стоимость обслуживания. Ну и чтобы тихо работал. Выбирая бойлера, обычно приходится идти на компромиссы. Но есть исключения. Французские бойлеры Атлантик. В отличие от практически всех других водонагревателей, бойлеры Атлантик на 100% европейские, а не китайские. Атлантик – лидер рынка бойлеров. В Европе с долей 50%. Половина рынка. При этом у Атлантика самая низкая стоимость обслуживания. И самая большая гарантия на бак – 8 лет. А в обслуживании Атлантик дешевле аналогов примерно в 3 раза. 5000 рублей против 17000. В бойлерах Атлантик установлен самый долговечный ТЭН. Стеатитовый. Собственные разработки. Адаптирован ко всем типам воды. Стеатитовый ТЭН Атлантик проработает и 20 лет. Против пары лет у типичных китайцев. Фирменные ТЭН Атлантик самые экономичные. Они быстрее нагревают воду и дольше остывают. До 15% экономии электричества. Колба ТЭНа у Атлантик покрыта эмалью. Поэтому в отличие от китайских ТЭНов, на ее поверхность не скапливается твердая накипь. А значит и нет шума при работе бойлера. Ссылки о больлерах Атлантик. Единственные не китайских больлерах по ссылке в описании. А еще там же ссылка на грамотную статью по тому, как правильно выбрать водонагреватель. Ну а мы продолжаем. Сейчас я взял коронку. Она у меня на 68 мм. И сверлим отверстие. Хотелось бы еще сказать, что лучше выбирать пластиковые ведра вот такие непрозрачные. Изначально пробовал на прозрачном бедре вырезать отверстие. Там пластик крошика. Здесь же пластик мягкий. И сверлится довольно-таки легко. Ну и после того, как все это вырезали, надо, конечно, пыль немножко сдуть. И зачистить края. Потому что после коронки остается очень много задиров. Обрабатывал ножом вот так вот, таким способом. Потом брал наждачку еще. Наждачкой обрабатывал. То есть нужно сделать все по-красивому. То есть убрать все заусенцы. Ну вот, в принципе, и все. Закончил. Сейчас останется, как говорится, убрать пыль со стола сдуть. И сейчас взял шестое сверло. Отступил 3 сантиметра от начала горлышка. И просверлил отверстие. Ну и останется одеть кольцо на нашу пару. И все. Наша самоделочка готова. Итак, друзья, как вы поняли, у нас получилась автоматическая паилка для кор. Иногда нам требуется отлучиться с дачного участка на день, на два. И именно в этот момент нам поможет данная самоделка. Делается довольно-таки легко и просто. Материалы все доступные. Как говорил ранее, не обязательно использовать такой большой бутыль. Можно использовать и меньше. Допустим, вот такую вот пластиковую канистру. Также делаем здесь отверстие. Наливаем водички. Паилка готова. Только единственное в крышке от ведра нужно будет сделать в прорезь именно под нашу канистру. Чтобы не летела грязь, опилки. И чтобы бутыль стояла ровно и не шаталась. Вот такая у нас получилась самоделочка. Сейчас мы это зальем водичкой и поставим нашим корочкам. Посмотрим, как они будут пить из данной паилки. Понравится им это или нет. Так, друзья, давайте заправим нашу паилку. Налил воды. Все, ставим и ждем. Как вы видите, сейчас вода наполняется. И как будет на уровне с отверстием, она больше не будет течь. Сейчас подождем. Так, поставили. Вон пьет наши корочки. Итак, вот такая у нас получилась прикольная паилочка. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok